Добрый день! В эфире 12-го канала «Час новостей» в студии Регина Бузарова. И вот главное в этом выпуске. С виду обычный дом, а внутри целая нарколаборатория. Ложите на пол! На пол сразу! Лаборанту-самоучки, который изготовил почти 70 килограммов синтетики, вынесли приговор. Почти плюсовые температуры и снегопад. Регион попал в аномальную зону Атлантического циклона. Расскажем, как временное потепление повлияло на работу дорожников. И время исторических открытий. Эта фотография для нас очень важна, как напоминание о том времени. Новые факты в биографии адмирала Колчака. Уникальные находки омских исследователей. Играет самого себя. Вокруг меня снега. Оцепенели. Оцепенели маленькие ели. Известный актер по фильму «Любовь и голуби» Александр Михайлов встретился с поклонниками. Как его творческий путь связан с Достоевским? Погрузились в зимний сон. Большереченские медведи ушли в спячку. Но не все. 16 лет за 69 килограммов. Областной суд сегодня вынес приговор жителю Иркутска, который устроил нарколабораторию в Кормиловском районе. Мужчина решил поправить свое материальное положение и в жилом доме оборудовал сам настоящий цех. Производственные мощности были настолько высоки, что преступная группировка озолотилась бы на долгие годы. Вот только теперь вместо атрибутов роскошной жизни скромная тюремная камера. Из зала суда Ангелина Рунова. Ложите на угол! На угол сразу! Кадры задержания. Домой к мужчине неожиданно нагрянули сотрудники ФСБ. Считанные секунды и гость из соседнего региона лежит лицом в пол на руках наручники. Причина столь недружественного знакомства видна невооруженным взглядом. Как оказалось, это вовсе не жилой дом, а самая настоящая нарколаборатория. Руки за двину! Руки за двину! Вместо мебели комнаты частного дома в Кормиловском районе, вблизи станции Сыропятской, заполнили торговые весы, канистры и химические реактивы. Никогда не имевший ни профильного образования, ни даже опыта работы в лабораториях, мужчина инструкциям куратора следовал четко, трудился прилежно. И за несколько месяцев изготовил 69 килограммов мефедрона. После стал фасовать мелкими порциями и прятать в лесу. Забрать зелье из тайника закладки явился сообщник, а вместе с ним и силовики. Судьбу подельника Ирохина, розничного курьера, решал Кормиловский суд. А самого изготовителя за незаконное производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере отправили в суд областной. Уже на допросе житель Иркутска сознается, нуждался в деньгах и решил пополнить карманы нелегальным путем. Стал сотрудником подозрительного интернет-магазина. Ирохин должен был искать на территории Иркутской области, Омской области, земельные участки и дома, которые находились, так скажем, вдали от остальных жилых построек в этом районе. В последующем уже не установлено сообщило, для чего этот дом нужен. Ирохин согласился. Лично они никогда не были знакомы. На суде мужчина старается вести себя неприметно. Натягивает капюшон на глаза, прячется за металлической балкой. Но при этом вину лаборант-самоучка признает в полном объеме. Прежде в поле зрения правоохранителя не попадал, и чистый послужной список стал смягчающим обстоятельством. Впрочем, родных и друзей обвиняемый все равно увидит нескоро. Охренеть назначить Ирохин наказание в виде лишения свободного срока 16 лет со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Также у осужденного конфискуют частный дом и участок, где была организована лаборатория. У мужчины есть 15 суток, чтобы попытаться обжаловать вердикт. Другим темам. Мерзнуть не придется. Потепление в Омской области сохранится до конца недели. Регион попал в аномальную зону Атлантического циклона. Он медленно перемещается со стороны Баренцева моря в юго-восточном направлении. Под его влиянием большая часть Сибири, в том числе Омск. В регионе ожидается мокрый снег и небольшие порывы ветра. Напомню, потепление пришло к нам еще на выходных. С тех пор температура не опускается ниже минус 3 градусов. Всю неделю в регионе будет стоять комфортная погода. Это на 8 градусов выше многолетней нормы. Напомню, ноябрь прошлого года также был аномально теплым. Но несмотря на относительно теплую погоду и временное отсутствие осадков, бригады управления дорожного хозяйства и благоустройства продолжают очищать Омские магистрали. За минувшие выходные вывезли порядка 2500 кубометров снега. Спецтехника курсировала по Красному пути, улицах Масленникова, Володарского, Орджоникидзе, Герцена, Маршала Жукова и Карла Маркса. Главная задача убрать грязь с магистралей до того, как ударят морозы, чтобы снежные бугры не превратились в колею. Кроме того, продолжается и борьба с наледью на тротуарах, мостах и путепроводах. Сейчас все силы дорожников сосредоточены на улицах Лукашевича, Туполева, Карбышева, Черлакский тракт и других. Сегодня 79-й автобус поехал. По новой схеме маршрут в мэрии продлили по просьбам о мечей. Он соединяет нефтяники, центр города и левый берег. Раньше конечной остановкой была улица Володарского. Теперь же транспорт заезжает в микрорайон Регата. Изменения коснутся и 67-го маршрута. Вместо троллейбуса от поселка Солнечный до нефтезавода пустят автобусы под таким же номером. Транспорт заменят, как только специалисты приступят к капитальному ремонту моста имени 60-летия ВЛКСМ. В связи с этим изменения коснутся и 16-го маршрута. Он станет магистральным. В обоих направлениях транспорт будет следовать по схеме универсам улица Лукашевича, проспект Комарова, Левобережный рынок, школа милиции и далее по утвержденному маршруту. А 77-й автобус в дальнейшем свяжет поселок Солнечный с площадью Победы. По просьбам о мечей возобновят троллейбусные сообщения между городком Нефтяников и Московкой-2. Маршрут, курсирующий под седьмым номером, останется без изменений. Планируется, что масштабная реконструкция моста стартует в ночь на 24 ноября. Для проезда останутся четыре полосы из шести. Это вдвое больше, чем при ремонте Ленинградского моста. Полностью обновить сооружение планируется за два года. Чтобы снизить транспортную нагрузку на Левобережье, специалисты в ближайшее время намерены открыть часть бульвара архитекторов от проспекта Комарова до улицы 70 лет октября. Он везде свой. В галерке в рамках фестиваля «Достоевский Омск» прошла творческая встреча зрителей со знаменитым актером театра и кино Александром Михайловым. Известный всем артист по фильмам «Любовь и голуби», «Мужики» и «Одиноким» предоставляется общежитие. Прочитал поклонникам стихи и отрывки из любимых произведений. А также поговорил со зрителями о кино. Почему творческая встреча в Омске оказалась не случайно, расскажет наш корреспондент. Сегодня Александр Михайлов играет самого себя. Ему не нужен антураж, грим и декорации. Лишь одна горящая свеча, с которой и начинается программа артиста под названием «Экология души». Стихи Рубцова, Пушкина, Фролова – это лишь малая часть творческого вечера Александра Михайлова. Артист исполняет и отрывки из любимых произведений. Одно из них – «Идиот Достоевского». Параваном великого писателя он долгое время играл две главные роли – князя Мышкина и Родиона Раскольникова. Я люблю вас, это очевидно. Я умру за вас. Если будем бедны, я буду работать. Но я думаю, что вы будем бедны, а вообще даже богаты. Каждый герой Михайлова – это обычный человек, простой и в каком-то смысле даже родной. Василий Кузякин – герой фильма «Любовь и голуби». Комендант женского общежития Виктор Петрович из кинокартины «Одиноким» предоставляется общежитие. И еще сотни известных ролей, которые по-настоящему завоевали сердце советского зрителя. Потому что он из моей жизни, он практически мне ровесник, мне он знаком, мне он нравится, я его люблю как артиста, мне он понятен. Поэтому я решила испытать приятные какие-то чувства и воспоминания. Александр Михайлов приехал в наш город в рамках второго международного театрального фестиваля «Достоевский Омск». Постановки по романам великого писателя презентовали лучшие коллективы страны и ближнего зарубежья. Удивляли искушенного зрителя и программой от моноспектаклей до рэп-постановок. Жюри, мне кажется, довольны, потому что настолько разнообразная программа, настолько не похож каждый спектакль на предыдущий, и каждый последующий не похож на, опять же, на этот предыдущий. И, в общем, зрители хорошие отзывы пишут. То есть, всё идёт как задумано. Лучшим спектаклем признана постановка «Белые ночи» русского драматического театра из Башкортостана. А Омский драматический театр «Галёрка» отмечен несколькими наградами за спектакль «Идиот» в постановке Владимира Витько. Ну а лучшая эпизодическая женская роль досталась о Мичке, заслуженной артистке РСФСР Валентине Лебедевой. Ольга Седычева, Регина Абузарова, Павел Манжос, 12 канал. В Омском институте водного транспорта обнаружили неизвестную ранее фотографию адмирала Колчака. Изображение было сделано в 1919 году. Сейчас фото передано в Центр изучения истории гражданской войны. Между тем, в этом году омские учёные отметят юбилей 150 лет со дня рождения Александра Колчака. В честь знаменательной даты были организованы круглые столы с докладами о разных периодах жизни государственного деятеля и новых фактах его биографии. Кроме того, в Успенском соборе прошла панихида по Александру Колчаку и его родителям. Мы являемся хранителем той частицы, тех событий, которые захлешнули нашу страну не так давно, буквально 100 лет назад. Как сегодня сообщил наш митрополит, не дай бог, чтобы повторилось в нашей истории, когда такие события. И, соответственно, эта фотография для нас очень важна, как напоминание о том времени. Напомню, Александр Колчак знаменит в Омске как лидер белого движения во время гражданской войны. В 1918 году он принёс присягу верховного правителя России. Омск стал его штаб-квартирой и был назван третьей столицей России. Здесь он сосредоточил не только военную, но и финансовую власть, разместив значительную часть золотого запаса страны. Это сделало город важным политическим и экономическим центром. А наследие Колчака продолжает обсуждаться до сих пор. Фестиваль «Белая симфония» начнётся с ярких красок. Программа «Картинки» с выставки объединит одно из самых таинственных произведений Рахманинова. Батальное полотно листа и музыкальный променад Мусоргского. Дирижировать будут и светом. С помощью современных технологий мультимедиа публика словно окажется внутри живописных картин. О сюрпризах для зрителей сегодня в студии радио «Монтекарло-Омск» рассказали директор Омской филармонии Ирина Лапшина и главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев. Фестиваль проходит в нашем городе в восьмой раз. По традиции будет четыре программы для взрослых и одна детская оперное искусство. Представит концертное исполнение комической оперы «Любовный напиток». Выступит в Омске выдающийся скрипач нового поколения Павел Милюков и завершит фестиваль программа «Классика и рок». В этом концерте прозвучат произведения очень известного виолончариста, победителя конкурса имени Чайковского, Дениса Шаповалова. Он написал, у Чайковского есть вариации на тему рок-ко-ко, а он написал рок-рок-ко. Используя тему Чайковского, он и переосмыслил в рок-ключе. Вот эти современные технологии в сочетании с классической музыкой, тем более, ну там будет еще и Рахманинов, и Лист звучать, тоже произведения, которые созданы под впечатлением живописных каких-то произведений. И Мусоргский сегодня звучит очень современно. А в сочетании с этими современными технологиями, я думаю, что молодежи это безумно будет интересно. И вот какие материалы сейчас готовят мои коллеги. Смотрите в итоговом выпуске «Часа новостей» в 19.30. Сотни ртутных термометров и десятки пакетов с неизвестной вакциной. В мерах безопасности указано, пары ртути ядовиты. Также следует следить за тем, чтобы ртуть внутри не замерзала. В нефтяниках обнаружена нелегальная свалка с опасными отходами. Конечно, за детей опасность, а мало ли что, тут же периодически ходят. Откуда на улице градусники и когда территорию очистят, разбирались наши корреспонденты. Без очередей по самым современным стандартам. Конечно, мы очень рады, нам очень приятно. Приятно находиться даже и приятно в очереди сидеть в новом, таком замечательном, красивом учреждении. После капитального ремонта в Омске вновь открыли филиал поликлиники номер 11. Яркие стены, новые мебели, оборудование. Каждый кабинет продуман до мелочей. В 1997 году помещение передали поликлинике. С тех пор проводился лишь косметический ремонт. Что еще было сделано во время масштабной реконструкции, расскажет Анастасия Донец. Время загадывать желания. Пять, пять, а может десять? В Омске открылась почта Деду Морозу. В новогоднее чудо верят даже взрослые. Принимает волшебник не только письма, но и всевозможные поделки и открытки. Где в городе появятся сказочные ящики и какие желания чаще всего загадывают, расскажем в итоговом выпуске. Омские школьники смогли на время погрузиться в мир незрячих, чтобы понять, как приходится жить людям с ограниченными возможностями здоровья и привить уважение к ним. Мастер-класс прошел в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Ученики третьего класса определяли предметы на ощупь, пробовали различные продукты по вкусу и запаху, ориентироваться в пространстве с завязанными глазами при помощи собаки-поводыря. Мероприятие – часть партийного проекта «Единая страна» – доступная среда. В его рамках в школах города и области проводятся уроки доброты. Их цель – воспитание толерантного и позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Я ходил с собакой, с тором, и у меня были закрыты глаза, я просто ничего не видел. Очень сложно, потому что ты не видишь, что впереди, и собака тебе прям очень сильно помогает. Данное мероприятие учат сочувствию, помощи, не быть бессердечными, наоборот, помогать людям. Нашим сегодня детям представилась уникальная возможность познакомиться лично с собаками-поводырями, потому что это очень изысканные, воспитанные собаки. И мы объяснили, как собака работает. Мы рассказали, что такое собака работает. Елизавета Туктамышева стала амбассадором чемпионата России по фигурному катанию. Престижный турнир пройдет с 19 по 22 декабря на G-Drive-арене. На состязание приедут ведущие фигуристы страны, лучшие тренеры. У амичей будет прекрасная возможность поближе познакомиться с титулованными спортсменами и поболеть за своих кумиров. Фигуристы продемонстрируют свое мастерство в четырех видах спорта – в мужском и женском одиночном катании, парном катании, а также в танцах на льду. Это потрясающая арена, большая, классная. Там всегда царит потрясающая атмосфера, очень душевная. Чемпионат будет очень интересный, поэтому обязательно приходите. Я уверена, что вы получите бурю эмоций. И я тоже там буду. И надеюсь, мы вместе насладимся фигурным катанием. Снег, адреналины и красивые голы. Амичи сошлись в свадке по зимнему мини-футболу на снегу. Турнир на Кубок Оша прошел на стадионе «Красная звезда» и стал 33-м в истории. Соревнование – настоящая традиция для многих амичей и жителей области. За первыми в этом году играми турнира наблюдал наш спортивный обозреватель Алексей Адариев. Точный пас, обыграны сразу два соперника, удар и гол. Смотрится это очень красиво, но футбол на снегу требует от игроков выкладываться по максимуму. Тут и экстремальная погода, и мастеровитые, мотивированные соперники. Здесь одинаково важны и техника, и физика, и командный дух. С 2001 года уже участвую во всех турнирах Кубка Оши. И одно, наверное, я для себя усвоил и понял, что победа заключается в сплоченности коллектива. Когда друг за друга, и все выходят на футбольное поле, отрабатывают, помогают друг другу, подсказывают. Футбол по популярности – спорт номер один в мире, и Омская область здесь не исключение. На постоянной основе в нашем регионе футболом занимается более 15 тысяч человек, и это только те, кто официально записан в различные клубы, секции, любительские команды. На самом деле, любителей футбола, конечно же, гораздо больше. Турниры, как взрослые, так и детские, проходят круглый год. И самый популярный среди них – турнир на Кубок Компании Оша. Несмотря на соперничество между командами, на футбольном поле всегда царит теплая дружеская атмосфера. Товарищеские отношения, азарт и любовь к спорту – вот основа, которую заложил Александр Веретином. Турнир, посвященный его памяти, ежегодно собирает более полутора тысяч любителей футбола. Начали сегодня турнир. Эмоции отличные, зима, погодка супер. Ай-яй-яй, забегу! Надеемся на большие результаты в этом году. Второй! 33 года назад в первом розыгрыше этого трофея встретились всего 8 команд. А сейчас среди участников есть даже дети тех, кто играл на первом Ашовском турнире. Это народный турнир, наверное, в первую очередь. Народный турнир – это такие зимние приключения. Зимний футбол всегда был очень любим среди, так скажем, всех слоев населения. Играть на снегу – это экстрим. Да это классно вообще. Мне нравится. В этом году турнир будет проходить в два этапа. Предварительный тур с 16 ноября по 7 декабря. Здесь определят 8 команд, которые попадут в финальный этап. Он завершится 22 декабря. В него выйдут команды, занявшие первые и вторые места в четырех группах. Они-то и будут бороться за главный приз турнира. В мини-футбол на снегу могут играть только настоящие мужчины. Преодолевая любую погоду, они показывают интересную, красивую игру. И мы рады, что турнир живет и продолжается. Пытаться угадать имя победителя сейчас – занятие бесперспективное. Слишком уж непредсказуем этот футбольный праздник. Длиной в один месяц и 33 года. Название сильнейшей команды 2024 будет выбито на главном призе – переходящем к кубке компании Оша в памяти Александра Веретину. Алексей Дарьев, Дмитрий Хромцов, 12 канал. И последнее. Не дожидаясь сибирских морозов, четыре медведя из Большереченского зоопарка ушли в спячку. Об этом рассказали сотрудники зверинца. Это известная мечам Соня, Фома, Маша и старая гималайская медведица Крошечка. А вот двое косолапых все еще бодрствуют. Гималайский малыш и Бур и Макарушка. Сейчас уже менее активный, но все же засыпать пока не торопится. Период жирования у медведей уже прошел, поэтому в течение недели, скорее всего, и остальные уйдут в спячку, предполагают зоопарки. Напомню, в прошлом году активный Макарушка несколько раз просыпался зимой. Такое поведение было обусловлено непостоянством погоды в регионе. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Рутубе. Найти их можно и на сайте 12-канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 19 ноября, в Омске облачно с прояснениями. Ночные часы минус 4, минус 6. Днем минус 1, минус 3. В районах облачно ночью минус 5, минус 7. Днем минус 2, минус 4. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров фортутного столба. На этом у меня все. Итоги дня подведем в 19.30. Редактор субтитров А.Семкин